Здравствуйте! В эфире новости дня в студии Людмила Александрова. В ближайшие 15 минут о главных событиях в Великом Новгороде и области. День государственного флага. Новгородцы приветствовали участники Всероссийского фестиваля исторических фильмов. Летняя навигация завершается. Около 400 воспитанников морского центра капитана Варухина приняли участие в походах и тематических сменах. В 25-й раз по курсу Норд-Вест. В Алдае на фестиваль вновь собрались любители бардовской песни. В областном центре сегодня разгулялась метель 2017. Такое название носили учения, проведенные силовиками в преддверии Дня знаний и выборов 10 сентября. В качестве объекта была выбрана средняя школа номер 13. По замыслу учения вооруженные преступники, проникнув в здание, заминировали несколько помещений, после чего скрылись в ближайшем микрорайоне. На место условного ЧП были направлены силы и средства всех региональных подразделений силовых структур. В результате проведенных мероприятий террористы обезврежены. В рамках учений проведены методические занятия для руководителей образовательных учреждений Великого Новгорода. Также отработаны навыки по оказанию первой медицинской помощи и доставке раненых в места стационарного лечения. Проводилась эвакуация с верхних этажей здания школы с использованием средства спасения Куб жизни. Сегодня в России отмечается День государственного флага. В Великом Новгороде местом торжеств по традиции стал Кремль. Только из-за непогоды все действие переместилось под свод областной филармонии. Впервые в новейшей истории России трехцветный флаг был официально поднят над Домом правительства в Москве 22 августа 1991 года. Затем его законодательно признали одним из национальных символов страны. Зародилась и традиция вручать в этот день паспорта гражданина Российской Федерации и ребятам, достигшим 14 лет. Сегодня свой первый официальный документ получили 22 юных новгородца. Поддерживать власть, это значит работать, ну, скорее всего, надеяться на президента, не верить в какую-то другую державу или что-то еще другое. Не пытаться куда-то уехать, а жить в стране и пытаться развивать ее. Российский дриколор – главный символ, который связывает историю и будущее страны. Символично, что именно в день государственного флага в Великом Новгороде открывается и Всероссийский фестиваль исторического кино «Вечер». У вас удивительная совершенно, наоленная, с потрясающей историей земля. И только здесь может быть наш фестиваль. Организаторы фестиваля уверены, любовь к своей стране начинается с изучения истории. Сегодня далеко не все знают, что сочетание белого, синего и красного цветов появилось значительно раньше – 91-го года. По указу Петра I трехцветное полотнище с изображением двуглавого орла использовалось торговым флотом. Пробелы в знаниях поможет преодолеть как раз российское историческое кино. Фильмы, которые примут участие в фестивале, учат стойкости, мужеству, ответственности за судьбу Родины. Это то, что нам сегодня с вами абсолютно необходимо. Торжества по случаю Дня государственного флага продолжились возложением корзины цветов к памятнику тысячелетия России. А волонтеры на этот раз раздавали всем желающим ленточки триколор и листовки с перечнем и других государственных праздников. Алена Сувтина, Сергей Корнев, Новости, Новгородское областное телевидение. В морском центре капитана Варухина завершается летняя навигация. Накануне вечером из похода вернулся теплоход «Господин Великий Новгород». Также этим летом тематические смены прошли на учебных судах Эльмера и Михаил Балабан. В этом году центру исполнилось 50 лет. Интерес новгородской молодежи к морскому делу очевиден. Только нынешним летом плавательную практику в клубе прошли 390 юных моряков и 52 участника областных профильных смен. Большинство составили экипаж теплохода «Господин Великий Новгород». За время навигации судно совершило 6 походов. Маршруты насыщенные. Ладожское и Онежское озера, реки Свирь, Нева, Волхов. Я первый раз на «Господине Великим Новгород» отправился. Мы ехали в Новую Ладогу, потом побывали на Ладожском озере, были на острове Ваова. Приветствовали экипаж судна директора и основатель морского центра капитан Николай Варухин, руководитель департамента образования и молодежной политики Александр Ширин и, конечно же, родители юных моряков. Не страшно. Доверяем коллективу, преподавателям, клубу. Ну, волнительно, конечно, переживаем, как они там. Но страха нет. Именно страха нет. Когда кругом вода, сложно не завести новых друзей. Вне зависимости от возраста и опыта всех ребят объединяет любимое занятие. Ежедневно экипаж несет вахту, изучает морские дисциплины, участвует в спортивных состязаниях. Ну, вообще, это у меня уже не первая, а четвертая навигация. Уже такой обывалый опыт. Но все равно каждый раз новое что-то узнаешь. Интересно всегда. Новый учебный год в морском центре по традиции начнется 15 октября. Новичков и их родителей ждут на организационном собрании в культурном центре «Диалог». Многие новгородцы, наверное, уже обратили внимание на сердечки, появившиеся в нескольких оживленных местах. У нас стартовала акция по сбору крышечек. Проводит ее фонд «Чужих детей не бывает». Три сердца для сбора пластиковых крышечек появились на остановке у славянской ярмарки, у пяти углов и неподалеку от храма Федора Стратилата на ручью. Цель проекта – привлечь внимание общественности к совместному решению экологических и социальных задач. Собранные крышечки из-под минералки, йогуртов и газированных напитков отправятся в город Пушки на переработку. На вырученные деньги будет организовано лечение больных детей, подопечных фонда. Всех желающих поучаствовать в акции, организаторы предупреждают, что принимаются крышечки определенной маркировки. В треугольнике из стрелок должна располагаться цифра 2. Несмотря на то, что акция у нас проводится впервые, организаторы рассчитывают на отзывчивость и активное участие новгородцев. Новгородский «Электрон» гарантировал себе третье место в первенстве России среди команд дивизиона «Северо-Запад». Это стало ясно после того, как накануне вечером наши футболисты победили с минимальным счетом 1-0 север из Мурманска. «Свободных мест на «Электроне» было с избытком, но о том, что на стадионе идет футбольный матч, прохожие узнавали издалека. А все благодаря двум десяткам молодых людей, которые занимали домашний фанатский сектор. Футбол-то печальный, а так чисто походить с ребятами, пообщаться, попить напитков всяких безалкогольных вообще здорово». Это шестой домашний матч «Электрона». В предыдущих пяти на родном стадионе команда одержала одну победу, один раз проиграла и трижды сыграла в ничью. Не самый выдающийся результат, но шумная группа активных болельщиков на фанатской трибуне всегда поддерживает команду. «Играть хорошо, конечно, всегда есть к тему стремиться, всегда есть куда-то лучше. Я думаю, до первого сезона, это не нормально. Меня устраивает». Последний домашний матч состоялся месяц назад, а поддерживать команду в гостях проблематично. Разве что в Питер на «Звезду» в июне съездили. До остальных соперников больше тысячи километров. Некоторые фанаты «Электрона», правда, на прошлой неделе отвели душу в финале Кубка области. «Капа там даже Баженов поднялся, поблагодарил. Так что в четвером, но поболели нормально». Подобная перекличка фанатской трибуны с виражом стадиона была когда-то фирменным знаком домашних матчей «Тосно». Хотя далеко не всем болельщикам «Электрона» по душе команда из Ленобласти. «На «Тосно» не ходил ни разу. А вообще новгородцы, я не знаю, как вообще новгородцы могут за «Тосно» болеть. Не знаю, это люди, которые, походу, не были в «Тосно» никогда. «Электрона» всегда будет первым! В этом году «Электрона» уже точно не будет ни первым, ни вторым. Победителем официально стала «Звезда» – лучшая любительская команда России прошлого сезона. Серебро у «Химика» из «Коряжмы». Но этот соперник новгородцам вполне по силам. Видимо, пока просто опыта не хватает. «Коряжма» всегда была раздражителем для нашей команды. Я еще когда подростком, мне было лет 12-13, я ходил на матчи «Энергия». И даже тогда, когда все наши сегодняшние тренеры, ветераны, они тогда были еще сравнительно молодыми, играли, то для них «Коряжма» был, пожалуй, самый неудобный соперник. И это как бы повторяется спустя уже 30 лет. Гол юного Даниила Агуреева в итоге оказался победным. Во втором тайме «Электрон» остался в меньшинстве, но взломать оборону хозяев гости так и не смогли. Эта победа обеспечила команде третье место. И оставшиеся три игры можно рассматривать как подготовку к следующему сезону. Алексей Дмитриев, Петр Самусов. Новости. Новгородское областное телевидение. В Алдай прошел юбилейный 25-й фестиваль авторской песни «Норд-Вест». Более 130 участников со всей России. И большинство выбрали традиционное проживание в палатках на берегу озера. И тогда мне казалось, я птица, и полета не знаю границы. Песня Ирины называется «Страницы жизни», но среди своих зовется просто «Я птица». Стихи о свободе и о поиске, написанные десятилетней девочкой, откликаются улыбкой зрителей и здесь, на берегу озера, звучат по-особенному волшебно. Я вот первую песню написала в 8 лет. И тогда папа решил повосить меня по фестивалям авторской песни. И я стала писать песни все больше и больше. И мне так повезло с папой, он у меня тоже играет на гитаре и пишет песни. Этот светловолосый бард уже два года самостоятельно пишет песни и исполняет их. С раннего детства отец прививал своей дочери эту культуру. Получилось так, что теперь девочка сама жаждет развиваться в этом направлении. На фестиваль «Норд-Вест» приехала из Псковской области, чтобы поделиться своим творчеством с единомышленниками и хорошо отдохнуть. Все-таки Валдай – место сказочное. Приезжают люди, которые ежегодно у нас бывают в эти дни августовские. Поэтому я думаю, что просто даже три дня отдохнуть на Валдай и в палатке на берегу прекрасного озера Валдайского – это уже событие для многих. Фестиваль авторской песни на Валдайской земле проходит ежегодно. В этот раз на «Норд-Вест» только официально заявили 132 участника. По сравнению с другими бардовскими фестивалями – немного. Но организаторы говорят, в этом-то и главная фишка трехдневного мероприятия. «Такой теплый, домашний, уютный фестиваль. Уха для всех бесплатно, чай, пожалуйста, вот такое радушие. Теплое озеро, с погодой нам повезло. Отдыхаем, поем песни у костра всю ночь, весь день». В этом году «Норд-Вест» проходит в юбилейный 25-й раз. Среди гостей приезжали такие известные барды, как заслуженный артист России Виктор Третьяков, а также Александр Сафронов, Вячеслав Ковалев. Ну и, конечно же, много новых лиц, которые приехали в первую очередь отдохнуть, петь у костра и купаться в прозрачной воде Валдайского озера. «Вы гости фестиваля?» «Я вот стала лауреатом фестиваля и сразу пошла купаться, потому что было очень жарко». «Нормально, все красиво, здорово, погода замечательная. Успели искупаться. Хорошая теплая водичка. Даже вот внучка искупалась». Лес, озеро сразу и не скажешь, что все это находится почти в самом сердце Валдая. Все участники получили подарки от членов жюри и теплые воспоминания на целый год вперед. Ведь в августе 2018 года все они вновь приедут на этот берег, чтобы собраться с гитарами вокруг костра. Из Валдая Людмила Александрова, Савва Ушаков. Новости. Новгородское областное телевидение. К этому часу все. Интересные информации вы можете поделиться по телефону нашей редакции 70-30-03. Впереди реклама и прогноз погоды. Развитие событий в наших вечерних выпусках. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова